Добрый день дорогие зрители, это технический видеообзор угольного микрофона, то есть микрофона с угольным капсулем. Он примерно так выглядит. Это довольно старая конструкция, которая использована в телефонных аппаратах с момента их создания и до примерно 70-70-х годов 20-го века. Данный микрофон характеризуется высоким уровнем выходного сигнала. Для примера могу сказать, что при подключении данного динамического микрофона через повышающий трансформатор, который дает еще плюс 17 дБ к уровню сигнала, мне приходится выкручивать громкость музыкального центра на полную, и при этом микрофон динамически еле слышно. А при подключении на прямую угольного микрофона на музыкальном центре хватает поставить громкость плюс 15 единиц из 100, что он уже начинает сильно громко орать. Уровень выходного сигнала я не мерил, это сравнение, говорю, этого масштаба данной конструкции. В сравнении с масштабной губной гармошки. Особенность данного микрофона является то, что его АЧХ это до 3000 Гц идет, то есть довольно урезано сверху. Ну, это обусловлено его предназначением к применению в телефонных аппаратах для передачи речевой информации до 3000 Гц вполне хватает. Ну, чистый звук этот микрофон давать не может. У него очень большой перегруз идет. И, собственно, я думаю, этим он должен быть более-менее как-то похож на пузов. Быть любителем такого груженного олд-блюза, винтажного звучания, как говорят. Вот тут есть батарейка. Данный капсультр требует применения фантомного питания. Телефонных линиях питания составляет до 60 Вольт в розетке. Эта кнопка «выкал», «выкал». И небольшой пример. И несколько примеров звучания микрофона, записанных на Google Melody. Тональности «До». Тональности «До». Тональности «До». Субтитры подогнал «Симон» 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 Вполне хватит для создания представления о качестве звучания. Еще данный микрофон обладает той особенностью, что если его держать примерно вот так, не закрывая руками, он звучит перегруженно. А если его начинать закрывать руками и капить, то он начинает звучать более громко, чисто и помягче. Вот и все.